здравствуйте здравствуйте о чем вы разговаривать о войне давайте о войне поговорим что вас интересует или что хотите обсудить мне мне все понятно мне хотелось бы услышать ваш точку зрения по этому вопросу что именно ну как такое произошло что делать как сделал так чтобы больше не повторилось давайте так что делать надо выгнать оккупантов со своей территории как такое произошло я думаю наше упущение очень сильно мы верили в сказку о братских народах чтобы больше такое не повторилось я думаю надо брать на вооружение наверное опыт израиля все-таки соседями мы не перестанем быть ну а россия я думаю вряд ли успокоиться прям при по крайней мере наверное ну уж это поколение это точно а вот значит у меня родился другой вопрос это говорили вы слишком верили в сказку о братских народах а когда вы перестали в эту сказку верить после четырнадцатого года а до четырнадцатого года до четырнадцатого года вы верили да а как понять вот там одна девушка такая была на майдане четырнадцатом году который читал там свои стихи на майдане не на войне в донецке в луганске не в крыму крым тогда еще был украинский а вот на майдане когда вы там свою власть носили януковича вот она читала никогда мы не будем брать ними не по родине не по матери там что-то такое а когда этот стих был написан на майдане на майдане вы уверены что на майдане да да вот видео но и на ютюбе было видео прям с майдана вот она стояла там на майдане куча народа я читаю стихи на камеру я думаю вряд ли вы врете а давайте давайте я сейчас нет не давайте я узнаю когда этот стих был написан я знаю эту девушку давайте это анастасия дмитрук написала она его в марте во время присоединения крыма к россии вопрос вопрос именно во время присоединения да ну просто смотрите знаете почему я пошел перепроверять потому что я помню действительно что я помню она весной первый раз этот стих зачитала мне очень он понравился это действительно была весна позже еще если я не сшибаясь какая-то то ли латвийская то ли латышская группа написала песню на этот стих хорошо хорошо возможно бы и право как я тоже проверил эту информацию когда это прозвучало впервые там на ютюбе там выложили у вас еще висит тот вопрос ко мне или уже вы его снимаете у вас появился вопрос у вас появился вопрос связи с этим стихом я вам пояснил что он этот стих был написан в связи с событиями с аннексией вернее с оккупацией крыма и аннексией позже позже у вас еще продолжает висеть этот вопрос или вы его снимаете ну пока сниму хорошо еще какие у вас значит вся беда в том вся беда в том что в четырадцатом году россия значит присоединилась себе крым до других вариантов вы допускать не можете других вариантов чего ну вот например аналогичный вариант с косово сербии вы вот не аналогии вы не видите никаких до абсолютно в косово потому что в косово там было межи ну скажем так нетерпение на национальном уровне там были это две вещи которые нельзя сравнивать все быстренько дядя закончился этих россиян надо подлавливать на каждом слое везде они хотят обмануть надо проверять их каждое слово здравствуйте привет о чем разговариваешь да вообще обо всем давай какую-то тему давай скажи почему зеленский не согласился соблюдать семейские соглашения кто тебе такое сказал женский где он это сказал блин может вашей украине какой-то пруф на это ну на разговор этот ну блин тебе ссылку ну давай видом сейчас там давай где он сказал что он не согласен выполнять минске заложение ты не забанишь за ссылку мне не засаду не забан на сложновато теперь найти почему ты так с легкостью это утверждал я думал ты знаешь о чем ты говоришь да да я прям слышал блин а теперь я слышал на корабле он когда он там давай давай мне просто интересно даже самому послушать где он отказывается от выполнения минских соглашений сложновато теперь ты мне половил слушайте так прям да не могу найти их до осознаюсь не могу вот прямо резко найти я понял значит нету такого может сказать да а подожди подали подали давай ну тут блин очень но еще раз последние последние две минуточки даже 25 секунд давай ну да пока не могу тебя на давай следующий вопрос ну давай тогда следующий твой вопрос мой вопрос не думаешь ли ты что вашего национального героя сливают это кого это кого-то меньше пригожим в каком смысле в каком смысле он национальный герой или в каком смысле сливают ты вообще в общем ты мне расскажи поподробнее ну смотри во первых он герой россии ты это знаешь при коже герой россии да ты чё ты мне серьезно давай проверь давай будешь проверять мои слова походу да да серьезный герой россии ну допустим я и я привык проверять все конечно конечно смотри видишь как это замечательно что ты привык проверять теперь что ты будешь проверять сливает его или не сливает не ну расскажи поподробнее рассказываю он в своем телеграм-канале заявил что ему полностью аннулировали все его пропуска там разные ведомости и не отвечают на прямые телефоны он там с вышестоящими она ты имеешь ввиду когда ему эти боеприпасы не дают да это не дают боеприпасы но это же слив получается но как будет хорошо как твое предположение сколько может просуществовать формирование на передовой без под я тебе могу проще я тебе могу проще объяснить на просто вот человек а сейчас ну проще без всякого этого без какого у нас должно быть вот армия лидирующая вот наша армия должно судерей лидирующие положения там да то есть ну как был вот а здесь как оказалось просто частной военной кампании вот ну как оказалось там занимать лидирующей позиции вот и как мне кажется как мне кажется блин кремлю это не нравится что частная военная кампания просто были занимает лидирующий это все такие могли бы просто оттуда вывести да и все отправить дальше в африку заниматься своими делами ну в африку тут не отправишь ее заниматься своими делами не все так просто то есть если она занимали людей сюда никуда не отправишь если уже занялись делом и занимайтесь дальше вот решили его попустить немножко ну немножечко как ты думаешь связано это с тем что его солдаты обсыкали портреты шойгу и герасимова его солдаты обсыкали ну-ка давай еще раз загуглим как нужно гуглить напиши вагнеровцы обосцали портрет пригожина и шейгу ой пригожина этого шойгу и герасимова вагнеров цена и видео набери как описать обсыкали и обсыкали и расстреливали с пулемета там обсыкали портрет шейгу портрет шойгу и герасимова и видео набить видео на чагу открывается я думаю ведь не открывается ничего она портрет и лапина и начальник генштаб гера это с пулемета они расстреляли а там они в туалете еще обосцали но я вижу здесь каких-то я вижу здесь смотрю на каких-то военных людей которые стреляют куда-то но это да часто они подойдут и покажут что это портрет лапина и герасимова а то есть еще они в туалете бойцы обсы как а что это о чем это говорит ну а это о противостоянии вооруженных сил российской федерации с чего кого нет на это не указывает это ну я вижу у них шевроны вагнера я вижу шевроны вагнера на о чем же говорить это уже 20 своего медленно переходит в гражданскую войну нет я так не считаю не считаю не что она просто я не вижу здесь нет ничего такого чтобы указывал на то есть расстрел это портретов слушать слушайте вот такие видео я вам могу найти где вот как вам сказать с вашей как у вас есть там какие-нибудь боевые единицы хорошо тогда такой вопрос как можно оценивать когда на фоне убитых трупов солдат стоит пригожин и обвиняет генеральный штаб что это их рук дело что столько погибло людей из-за того что они не дают им вот это вот это согласен да согласен хорошо если если это же я понял то есть ли заявление пригожина есть в таком ключе то можно ли предположить что это тоже правда что это расстреливали вагнера нет это не можно предположить что это вот потому что ну а если это сложить любой если это все сложить вот лучше а вот в какую кучу если здесь вагнер ой пригожин если здесь пригожим мы можем увидеть вот это не фейк вот если вы меня погнул там я видел это видел когда там до пригожин жаловался когда там люди до гибли да это я согласен с вами а вот когда вот это вот здесь нет никакого подтверждения ваших слов я поняли ясно может у вас еще какие-то вопросы есть может там еще что-то зеленский за ее теленский да так вы мне ответили на мой вопрос или нет про зеленского да я ответил вы сказали вы себя чуть ли не признали так вы не я вам ничего жена те слова член зеленского все про зеленского я даже не помню я вам задавал этот вопрос или я может не вам задавал уже уже потерялся в этом про мир а да вы же меня тоже там не не смог найти на подтверждение этих слов я уже вам еще задать не знаю а просто может у вас какой-то вопрос будет теряло как не я уже пойду на и на отдыхать давайте отдыхайте то на